Жители московского района против несанкционированной торговли. Открытый диалог с властью заставил принять срочные меры и признаться, победить лоточников не так-то просто. Акция «Открытый микрофон» собрала в этом месяце максимальное количество жалоб на несанкционированную торговлю. Лоточники продолжают мозолить глаза у самых оживленных станций метро. Постоянно выхожу то с московской, там торгуют рыбы, еще чем-то, пирожными и печеньями сомнительного качества. И действительно, в самый разгар дня тут идет бойкая торговля. Представительская трасса и самая большая в Европе площадь с фонтанным комплексом теряют привлекательность от засилия лоточников. Еще одно злачное место – метро «Звездная». Рейды по несанкционированной торговле проходят здесь почти каждую неделю. На этот раз сотрудники администрации приняли крутые меры. Весь товар прямо вместе со столиками погрузили в бульдозер и отвезли на свалку. Администрация никаких разрешений не давала ни на торговлю, ни на установку разного рода палаток. Кто их организовывает, конечно, мы еще не знаем, но я думаю, скоро выясним. Кроме того, на этом адресе торговля обернулась еще одной бедой – крысами. В доме 88 по улице Ленсовета их травят минимум раз в месяц. Но вот справиться с уличными продавцами пока никто не в силах. Очевидно, что торговать в районе перестанут, только если это будет невыгодно. Но, видимо, штрафы по 5000 рублей являются для лоточников малозначительными. Раз после рейдов они снова возвращаются на свои места. Жителям напоминает, помимо районной администрации, жаловаться можно в полицию и в свои муниципальные советы. Бить рублем сегодня имеют право многие, но делают это не так часто, как хотелось бы.